Всем привет! Меня зовут Андрей Шкиль, я автор курса Blender Новая Надежда. Сегодня я предлагаю вам посвятить несколько минут вашего времени обзору нашего курса и, наконец, разобраться, а что вообще за курс, чему там учат и чем он отличается от других. Первым делом я советую вам отправиться по всплывающей подсказке и посмотреть все видео в плейлисте Blender, чтобы понять, что это вообще за софт, что там можно делать и в чем сок. Тут же речь пойдет исключительно о программе курса. Но перед этим я хочу отметить, что программа — это не самое главное, это всего лишь информация, которую можно по крупицам собрать где угодно. Тут она просто отсортирована, поочищена и подана в удобном виде. Главное, что вас ждет на курсе — это фидбэки. На каждый ваш шаг, на каждую вашу работу вы будете получать фидбэк до тех пор, пока не доведете свой проект до финального вида. Да, фидбэков может быть несколько, их количество ограничено только дедлайнами, установленными на выполнение домашнего задания. Они подаются в очень удобном видеоформате. На каждую итерацию вы будете получать фидбэк в виде скринкаста экрана с разбором ваших ошибок, советами и дополнительными приемами, как все это дело можно улучшить. И вот это и является настоящим ключом в комфортном и продуктивном обучении. Итак, погнали! Ваше путешествие начнется с демо-версии курса, где мы познакомимся с базовыми базами, разберемся с интерфейсом, освоимся в навигации и трансформации объектов, перестанем стесняться блендера и превратимся в уверенного пользователя, который ничего не умеет делать, но тем не менее уже может собирать вот такие композиции. Да, это то, чем вы займетесь на первой неделе. А самое главное, уже тут мы разберемся, а что вообще такое арт-дирекшн, зачем это нужно и как это делать, и все дружно превратимся в маленьких арт-директоров. А вот на второй, верно-верно, в демо-курсе три недели, мы займемся уже чем-то серьезным, прям так, с лету. Мы изучим моделирование, примитивный шейтинг, постановку света и рендер. Ну а в финале получим подобные композиции. И теперь, как только собрались выдохнуть, мы снова врываемся и изучаем анимацию, примитивный юай. Да, на курсе будет и это. И тут мы соберем свой первый анимационный экран сайта и, наконец, подытожим все получившееся и оформим все в единый кейс на Behance. Все верно, на протяжении всего курса мы будем формировать кейсы, чтобы в финале вы получили полноценное оформленное портфолио. Напоминаю, что демо-версия является бесплатной и доступна уже сейчас. Вам всего лишь нужно кликнуть по кнопочке «Открыть демо» на нашем сайте. Ну а теперь в бой! Основная программа. Курс рассчитан на три месяца. Нас ждет три блока по три-четыре недели с перерывами на отдых между ними в одну неделю. Для тех, кому очень нравится считать, это 55 часов контента, плюс-минус. Тут мы полностью разберемся с шейдингом. Что такое ноды и как они устроены, как их читать и по какому принципу связывать между собой. Разберем значение каждой ноды. Какая и что делает. Что такое шейдер, что такое конвертер, что такое текстуры, как устроены шумы и все, что связано с этой темой. После чего возьмемся за практику и поработаем над визуализацией продукта. Соберем анимационную рекламную моушн-композицию, после чего плавно перетекаем в следующую главу. Поговорим об UI, UX, Webby, называйте как хотите. Разберемся, почему за анимационными сиквенсами сила, почему это нужно учить и почему это просто. Пройдем полный цикл создания подобного сайта с момента открытия макета в BigMe до сдачи проекта. А потом возьмем ваш продукт, который вы создали в первой главе и на его основе сделаем ваш собственный уникальный лендос. Не волнуйтесь, дизайнить ничего не придется. Мы уже заранее подготовили для вас дизайн макеты, на основе которых вы сверстаете, естественно, в авторе и, конечно, мы покажем как свой уникальный лендос. Не ожидали? Да. У нас будет глава по композам. Да еще и в самом начале, да еще и какая. Но нафига, спросите вы, я отвечу. Чтобы ваши рендеры не выглядели как любительские. Потому что на выходе вы всегда получаете сырую картинку, которую нужно уметь правильно обрабатывать. И поскольку у нас впереди еще целый курс и множество рендеров, зачем откладывать этот вопрос на потом? Чтобы возвращаться и править работу через два месяца? Зачем, когда можно научиться сразу и априори прокачать свои работы? Тут мы снова начнем с азов. Изучим принципы композа в блендере. От и до разжуем каждую ноду. Проработаем сценарий исправления ошибок в косячных рендерах, коррекцию рендеров, прокачку рендеров, разберем кучу кейсов, как и когда это применять. И уверяю вас, такого курса по композу в блендере вы не встретите нигде. Эту главу можно воспринимать как отдельный курс по композу. Что за блендер без аддонов? Не знаете, что это? Вперед смотреть наш видос про аддоны по ссылке в описании. В этой главе мы научимся собирать полноценные, крутые шоты, не используя вообще никакой ручной работы. Научимся искать и импортировать ассеты, включим в нашу работу Quixel Bridge, сформируем свой ассет-браузер, соберем библиотеку аддонов и научимся со всем этим делом работать. По плану, именно в этой главе мы должны возвести работу в блендере на уровень подсознания, когда кнопки нажимаются сами собой, а мозг постоянно предлагает новые сценарии, как решить ту или иную задачу. Мы соберем 4 шоты с использованием самых разных инструментов и ничего не будем делать руками. Только сторонние ассеты. Только аддоны. После чего, для того, чтобы подытожить эту главу, мы отправимся участвовать в CG-челлендже от Вольницы. Кстати, первый поток уже прошел, и вы можете прямо сейчас увидеть результаты этого челленджа у себя на экране, а полную версию гул смотреть по ссылке в описании. И да, раз это челлендж, то и призы, конечно, тоже будут. И вот тут мы берем паузу. Уходим отдыхать и неделю либо догоняем всех и доздаем домашки, либо отвлеченно пялим сериальчики и отдыхаем, чтобы с новыми силами ворваться в бой. Врываемся и сразу у нас симуляции. Хотим больше продвинутых техник? Погнали! Научимся ронять, бросать, кидать, разбивать, взрывать объекты. А потом сделаем так, что они будут мягенькие, как подушечки. И, конечно, не забудем про ткань. И так, бросим иссяк. В итоге получим подобный кейс. Думали все с симуляциями? Нет. Сейчас ваши трахтелки загудят. В этой главе вас ждут десятки часов ничего не делания, пока вы ждете кэш вашей водички или огня. Научимся делать что? Логично. Огонь, дым, воду. Научимся все это грамотно шейдить и рендерить. Ну и, конечно, дополним свой кейс. То, чего вы так долго ждали. Вот теперь пора бояться. Или не бояться. Все не так уж и страшно на самом деле. Я уверен, сейчас многие переходят на блендер, потому что наслышаны про какие-то там геометрические ноды, которые могут делать что-то крутое, но что они могут, никто ничего не понимает. Давайте сразу закроем этот вопрос и пойдем по ссылочке в описании и посмотрим наш видос про геометрические ноды. Кто это вообще такое и с чем это идет? В этой главе мы снова вернемся к самым азам и научимся создавать куб. А потом будем усложнять пока рефлекторно, из головы, без всяких шпаргалок, не освоим кучу техник, которые позволят создавать нам тонну крутых абстрактных штук. Давайте поконкретнее. Это базовая глава по геонодам. Начнем мы с того, что разберемся, как это вообще работает, для чего нужно и на каких принципах основано. После чего посмотрим несколько простых примеров применения и когда уже поймем, что это такое, примемся за изучение отдельных нод, их комбинаций. Чуток математики, не бояться, это всего лишь сложение, вычитание, умножение, деление, не более. В результате этой главы вы сможете воссоздать и настроить множество разных хмограф-эффектов. Теперь, когда мы понимаем логику работы в геонодах, ориентируемся в нодах и знаем пару десятков связок, мы готовы начать углубляться. И в этой главе мы сконцентрируемся на создании комплексных, больших процедурных сцен. Мы процедурно смоделируем, настроим, соберем и анимируем целую локацию, которая будет самостоятельно взаимодействовать с космическим кораблем, который, разумеется, тоже будет процедурным. В общем, тут нас ждут моделирование бесполигонов, процедурные ассеты, генерация объектов, такая же процедурная сборка локаций и, естественно, процедурная анимация. После прохождения двух глав по геонодам вы уже смело сможете сказать, что разбираетесь в этой теме и я уверяю вас, вы уже не будете представлять свой обычный рабочий процесс без них. И раз уж вы почувствовали себя профи, время отдохнуть, набраться сил и приниматься за дипломный проект. Выходные – одна неделя. Данный блок состоит из трех недель, и тут мы проведем полный цикл разработки продуктового мушена. Мы пройдем все этапы с момента получения ТЗ, арт-дирекшн, блокинг, наполнение сцены ассетами, анимацией и эффектами. Далее возьмем сюда шейдинг и освещение нашей сцены. После чего отрендерим и закомпозим все, что у нас получилось. И все это мы сделаем внутри блендера, от монтажа аниматика до композа. В итоге у каждого из вас в портфолио появится крупный моушен-проект. И, конечно же, в большинстве своем он будет реализован через геоноды. И не волнуйтесь, ничего не будет упущено, ничего не будет вырезано. Данная глава содержит в себе более 25 часов материала, в которых досконально показан каждый шаг, каждое действие, каждый ключик, каждая связка геонод. Также мы научимся оптимизировать этот процесс, используя весь функционал блендера. Вот такая насыщенная программа ждет вас на нашем курсе. Так что не откладывайте на потом, мир слишком быстро меняется и рынок дизайнеров постоянно растет. Успейте занять свою нишу, пока ее не занял кто-то другой. Присоединяйтесь к курсу в следующем потоке. Ну а я, в свою очередь, с удовольствием проведу вас по этому пути. Всем пока! Гуд бай!